Тысячи украинцев, которые живут в серой зоне на Донбассе, нуждаются в помощи. Пока мировые лидеры обсуждают проблемы Ближнего Востока, наши волонтеры по крупицам собирают для этих людей деньги на самое необходимое – еду и одежду. На днях волонтеры побывали в поселке Зайцево. Людям передали продукты, которые помогли закупить в благотворительном фонде возрождения. Зайцево – серая зона. До ближайшего магазина, что в Бахмуте, отсюда 15 километров. Пять из них нужно идти пешком, а огонь здесь не прекращается ни днем, ни ночью. Кажется, что для этих людей звуки выстрелов давно стали привычными. Вдали звучат очереди, но никто даже не отвлекается. Каждый ее приезд здесь ждут с нетерпением. Волонтер Юлия Толмачева привозит этим людям жизненно необходимые продукты. Под звуки выстрелов стараются быстро раздать новую партию помощи. Спасибо большое. Киев-Зайцево. Эту дорогу Юлия знает уже наизусть. Полторы тысячи километров туда-назад. И так каждые 10-12 дней уже два с половиной года. Юлия у нас это единственный волонтер, который приезжает в поселок. Потому как больше к нам никто не приезжает. Довольно-таки часто. Она поддерживает нас уже, наверное, больше двух лет с нами. Ну и в общем-то даже два с половиной. Да. И даже вот несмотря на то, что 8 марта прошлого года она получилась из ранения, вы знаете, ну я просто восхищаюсь мужеством этого человека. Последнее время найти деньги на помощь этим людям все труднее, говорит Юля. Новостей с фронта все меньше. Безразличных все больше. Равнодушие, ну убивает процентов 85 людей, которые абсолютно равнодушны к тому, что происходит у нас в стране. Потому что по скупым сводкам, которые проходят с фронта, они все говорят, что войны нету. И у нас все хорошо. Понимаете, зачем мы помогаем. И поэтому как бы, ну а ты ездишь здесь, и ты видишь реальную ситуацию, и понимаешь, что все наоборот происходит. Загрузить целую машину продуктами помогли в благотворительном фонде Владимира Мунтяна «Возрождение». Ну они нашли нас сами и предложили помощь. Люди покупают то, что они спрашивают, интересуются, очень щепетильно подходят к вопросу покупки того, чего надо. Продукты питания, средства гиены. Ну то есть вы бывали там, вы знаете, что там ни магазинов нету, ни практически ничего. Продукты питания, лекарства и подарки к Пасхе. Киевские торты, колбасы и фрукты. Небольшой праздник посреди серой зоны. Спасибо Юле и Мунтяну. И вчера праздник нам устроили отличный, и сегодня праздник отличный. Накануне вечером подарки привезли и в Авдеевку. Этой семье, где растут шесть маленьких девочек, Юле помогает уже не один год. Теперь они обзавелись и новыми куклами. Вот тебе куколка. Вот тебе куколка. Людям, живущим в зоне АТО, фонд помогает еще с первых дней войны, говорит Владимир Мунтян. Мы это делаем давно, просто мы не сильно это афишировали, но сейчас уже, так как эта работа, она все-таки уже такая стала сильно обширная, глобальная, и естественно мы говорим. Люди там в очень тяжелом положении. То, что, к примеру, для нас, украинцев здесь, там обычно, да, там, то у них этого нет. Им нужно просто выжить. Учится призывать людей к тому, чтобы они участвовали в этом. Потому что очень слабое на сегодняшний день участие, немножко, вот знаете, как приупал так пыл у людей, может быть, знаете, время прошло, и как-то у людей, знаете, погас огонь или что-то такое. Хочется сказать, что те люди, они все там же, и им все нужна помощь. И для жителей этих сел и городов, которые ждут каждый приезд волонтеров, важна даже самая малая помощь. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер.